Ре. Вис Этерс Ирте. 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 2010 года оплачивали последствия кризиса. Это правильно будет так сказать? Расплачивались. Ну, я не знаю, наверное, так сказать совсем нельзя, но то, что на них негативно повлиял этот кризис, так сказать можно. Но, наверное, труднее всех пришлось тем пенсионерам, которые уходили на пенсию в 2012 году, поскольку при назначении их пенсии уже применялись три негативных индекса. И, конечно, они особо потеряли при назначении пенсии по старости вот в 2012 году. Индекс может быть отрицательный, меньше единицы, может равняться единице. Бывали годы, когда он был выше единицы. Вот что на это влияет? Какая-то экономическая ситуация в стране? Какие еще факторы влияют на определение, на формирование этого индекса? На формирование индекса влияют те взносы социального страхования, общие из которых, которые взимаются с доходов всех работающих в Латвии. И берется, как определяется индекс? Это соотношение двух зарплат. Зарплат, допустим, текущего года с предыдущим. И если у нас зарплаты увеличиваются каждый год, вот как у нас это было раньше, 2009 года, если зарплаты увеличиваются, то у нас этот индекс растет. Как только начинают зарплаты в государстве уменьшаться, размер зарплат, то, соответственно, уменьшается и размер вот этого индекса. И в этой ситуации он может быть менее единицы. Что и произошло вот у нас при определении индексов 9-10-11 годов. Ну, нововведением грядущим обрадовались те, чьи пенсии начислялись в момент, когда индекс был меньше единицы. Но, наверное, огорчились те, у кого был больше единицы, потому что сейчас все приравнивается к единице, и отрицательные, и положительные. Это так? Вы знаете, в любом случае, тем, кому пенсии назначаются, да, назначали до 31 декабря 2015 года, при назначении пенсии у всех повлиял негативный индекс. На все пенсии, да, потому что все эти индексы, которые были, они сохраняются. Все индексы, начиная с 1997 года, которые мы устанавливали, да, они актуализируются и в 15-м году на этом, и в 16-м году, потому что так предусмотрел законодатель, что каждый год происходит индексация на определенный индекс. Допустим, зарплата 96-го года была проиндексирована на индекс 97-го года, и в дальнейшем эта же проиндексированная зарплата, то есть пенсионный капитал, продолжает увеличиваться и на последующие индексы. Поэтому все, кому была назначена пенсия, до 31-го декабря 15-го года, в период с 1-го января 10-го года, да, на них у всех произошло влияние вот этих негативных индексов. Пенсионный капитал года выхода на пенсию и предшествующего года не индексируется. Почему? Ну, так предусмотрел законодатель. Это в соответствии с нормами закона. Насколько в среднем может увеличиться пенсия после индексации? Ну, вы знаете, это очень разно, по-разному. Это может быть и на 30, и на 50 евро, и на 5 евро. Но я хочу сказать, что есть категория людей, которые, независимо от того, что им была назначена пенсия в 10-м году, они могут не почувствовать увеличение пенсии. Это касается тех людей, которым рассчитанный размер их своей пенсии меньше, чем установленный в государстве минимум. Если человеку была рассчитана пенсия, допустим, в размере 50 евро, а ему мы выплачиваем пенсию в минимальном размере 70 евро 43 цента, то, конечно, этим людям, даже после того, как мы пересмотрим пенсию, с учетом уже новых индексов актуализации, все равно их размер пенсии не превысит того размера, который они получают сегодня. То есть им и так уже авансом тогда добавили? Да. Когда начнутся выплаты новых пенсий? Вы знаете, у нас сейчас идет подготовительный момент. Мы поднимаем все пенсионные дела, которым была назначена пенсия в 10-м году, а также те пенсионные дела, пенсионные дела тех лиц, которым была пересчитана пенсия в 10-м году, потому что тех лиц, кому была пересчитана пенсия, с учетом негативных индексов. Поэтому в настоящее время мы отбираем этих категорий лиц. И второй момент у нас сейчас подготавливается техническая сторона для того, чтобы мы могли произвести правильно перерасчет пенсий, пересмотр этих пенсий. Но по законодательству мы обязаны обеспечить выплату уже в новом размере до 1 августа все пенсии. Конечно, текущая пенсия выплачивается в прежнем размере, но будет произведена доплата с 1 января 2016 года. Я вот уже видела информацию, что кому-то будет в феврале, а кому-то в августе. Или это в течение вот этого периода времени, с февраля по август? Вы знаете, конечно, будет происходить пересмотр пенсий, и мы, конечно, после того, как будет пересмотрена пенсия конкретному человеку, мы будем выплачивать уже в новом размере. Это не будет так, что мы пересмотрим все пенсии и одновременно выплатим. Нет. Одни могут получить действительно раньше пересмотренную пенсию, другие, ну, немножко попозже. Что нужно сделать для того, чтобы получить новую пенсию? Следует ли пенсионерам куда-то идти, обращаться, писать заявления какие-то? Или это все будет происходить автоматически, и просто на счет придет другая сумма? Да, не надо никуда идти, потому что мы сейчас поднимаем все пенсионные дела, и мы будем пересматривать все эти пенсии автоматически. Но в любом случае человек, которому будет пересмотрена пенсия, он получит новое решение агентства социального страхования, в котором будет указан новый пенсионный капитал, который будет взят при расчете пенсии, да, а также будет указан новый размер пенсии. Пенсионерам 2010 года, о которых мы уже говорили, начнут выплачивать новую пенсию, а вот за предыдущие пять лет им возвратят недоплаченную? Законодатель, к сожалению, не предусмотрел такой возможности, чтобы была выплачена пенсия за те прошедшие годы. Только вот с 1 января 2016 года тем, кому пенсия была назначена в 2010 году, будет выплачена пенсия, да. Но тем, кому была пенсия назначена в 2011 году, значит, пересмотр будет начиная с 1 января 2017 года, а всем остальным, то есть кому назначена пенсия в 2012, 2013, 2014 и 2015 будет пересмотрена пенсия с 1 января уже 2018 года. Это так называемые остальные кризисные пенсионеры, правильно? Да. Если говорить в целом о пенсиях в Латвии, какая на сегодняшний день самая высокая пенсия? Вы знаете, я так не могу сказать, какая самая высокая пенсия, но я слыхала, что где-то около 4000 евро у нас было, да. Но я хочу сказать, что у нас в принципе тех лиц, которые получают пенсию свыше 1500 евро, да, где-то составляет 1330 пенсионеров таких, да. Все-таки большая часть пенсионеров у нас получает пенсию намного ниже. Средняя у нас в государстве без доплаты к пенсии по старости составляет где-то 260 евро в месяц. Ну вот мы с Андреем Дмитриевым еще пока далеки от пенсии, но тем не менее... Хотя думать уже об этом надо, потому что это коснется каждого из нас в любом случае. Да, вот расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как эксперта, каковы перспективы развития данной сферы, как будет происходить в дальнейшем индексация пенсии, как будет расти индекс или снижаться? Вот ваши прогнозы. Вы знаете, сегодня прогнозы дать никто не может, потому что индексы, на которые актуализируется пенсионный капитал, зависит все-таки от экономической ситуации в стране, от количества работающих, потому что мы пенсию первого уровня выплачиваем все-таки, исходя из того, сколько взносов социального страхования был внесен в пенсионный бюджет. Конечно, таким молодым людям, как вы, надо сегодня уже думать о пенсии, потому что время летит быстро, и поэтому надо стараться, чтобы из вашей зарплаты регулярно удерживались взносы социального страхования. Но я думаю, что вы, к тому же, должны быть обязательно присоединены и ко второму уровню пенсионной системы. Если первый уровень – это нефондируемая схема пенсионного обеспечения страхования, то второй уровень – это как раз тот уровень, который позволяет дополнительно заработать на внесенных взносах. То есть ваши взносы социального страхования второго уровня вкладываются в ценные бумаги, которые дают заработать дополнительную часть к пенсии. Ну и, конечно, если есть у вас возможность, то вы можете присоединиться и к третьему уровню, внося уже добровольно в частные пенсионные фонды какие-то средства, которые позволяют ваше... Третий уровень – это получается, ты сам вносишь и сам эти деньги потом возвращаешь, когда уже будешь на пенсии. Да, потому что агентство государственного социального страхования администрирует только первый и второй уровень. Третий уровень – он не связан с нашей деятельностью. Ну вот эта система пенсионных уровней, которая уже достаточное количество времени работает в нашей стране, и она уже начала приносить первые плоды, вот каковы показатели, насколько она улучшает материальное состояние людей, выходящих на пенсию? Ну, вы знаете, мне тоже очень трудно сказать, потому что такой статистики нет, но все зависит от того, какие были средства внесены во второй уровень, да, потому что если были внесены небольшие, незначительные средства, то, конечно, рассчитывать, что даст большую прибавку к пенсии нельзя. Но если зарплата была достаточно высокая и длительный период прошел после того, как человек присоединился к пенсионному уровню, ну, тогда можно будет рассчитывать и на высокую доплату к пенсии. Потому что, понимаете, если человек присоединился ко второму пенсионному уровню за несколько лет до достижения пенсионного возраста, то, конечно, ну, невозможно заработать вот этим средствам, вложенные во второй уровень, какую-то значительную большую часть доходов, да, поэтому здесь очень важно, чтобы работали вот эти средства во втором уровне довольно-таки длительный период. Пенсионеров в нашей стране становится больше или меньше? Вы знаете, я посмотрела статистику, все-таки немножко меньше становится пенсионеров. А с чем это связано? Ну, наверное, у нас и общее количество проживающих тоже меньше. Хотя соотношение вот между работающими и пенсионерами, да, довольно-таки такое, ну, плохое в том плане, что у нас на одного работающего приходится, ну, где-то 1,6 лиц, которых подлежат вот социальному обеспечению. Но наша социальная система выдержит то количество пенсионеров, которое существует на сегодняшний день? Нет, ну, на сегодняшний день у нас взносы социального страхования, которое поступает в пенсионный фонд, вполне дают достаточные средства, чтобы выплачивать пенсию всем пенсионерам. Как будет через несколько лет, ну, это, как я уже говорила, зависит от экономической ситуации в нашем государстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...